Всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить на такую тему, как политика. Буквально только что закончился съезд партии Слуга Народа. Как вы знаете, главным человеком этой партии есть президент Украины Владимир Зеленский. Начался съезд, конечно же, с вступления самого президента, где он искал главные свои цели и решения, которые он будет делать на посту президента и, конечно же, что будет делать его партия в правительстве. Итак, о целях. Главная цель, конечно же, это прекратить войну между Украиной и Россией. Эта цель у него была всегда номер один. Сам президент и его партия обещают урегулировать цены на тарифы и снять депутатскую неприкосновенность. Понятно, что на данный момент это просто слова, и каждая партия на своем съезде, все говорят о войне, о тарифах, о пенсии, о помощи студентам. Это все главные темы, которые все хотят поднять. Но все же партия Слуга Народа выделилась одним пунктом среди других партий. И о нем я сейчас вам расскажу. Зе-команда, как они себя называют, представила первую сотню человек, которые будут в их списках. Все же до этого никто этого никогда и не делал. И они обещают, что сейчас они работают над этим вопросом, чтобы показать абсолютно все списки, кто будет у них в партии. По их словах, это делается для того, чтобы все люди, включая прессу, обычных людей, волонтеров, военных, просто увидели, кто есть в их списках, и если за этими людьми есть какие-то погрешности, или там плохие дела, скажем так, чтобы они донесли до самой партии, и тогда уже партия начнет разбирательство насчет их, и до выборов они уберут, скажем так, плохих людей со своих списков. Также они представили первую двадцатку из своей партии. Как для меня, очень много новых лиц, но все же я не политолог, и я не знаю, возможно, эти люди где-то работали, уже в какой-то сфере. Ну, что меня приятно удивило, я узнал точно одного человека, это наш борец, олимпиец, Жан Беланюк. Также говорилось на этом съезде о том, что много людей, которые есть даже в первой сотне, они просто избирались через интернет, смотрелись резюме, абсолютно новые люди, которые никогда не были в политике, есть очень много блогеров, не знаю, как это будет работать, но все же это приятно, что есть новые люди, так что будем надеяться, что война закончится, и все будет благополучно. Всем спасибо.